Сегодня план действий таков, что моим клиентам, новым репатриантам, отказали в квартире на Ханите 58. Хозяйка не хочет без поручителей принимать новых репатриантов. И сегодня мы вынуждены опять искать квартиру, чтобы хозяева были более благосклонны и при этом опять же не теряли в районе, потому что у семьи есть дети, школьники, 10-13 по-моему лет. И сегодня у нас опять же запланирована встреча с хозяином по квартире Сильвер 105. Может еще сто раз что-то пойти не так и тоже может сорваться договор, что получится по этому всему. И в процессе буду стараться, что могу снимать для вас. Ну а вы меня по традиции поддержите лайками, своими комментариями, потому что этот контент, конечно, я делаю специально, ну как бы можно сказать, и для вас, чтобы вы уже были, будучи как вы приедете сюда, чтобы вы были более подготовленными и знали, что здесь предстоит, ну, если вы быстро и легко снимете, это хорошо будет, но скорее всего будет волокита. Поэтому готовьтесь к этому. Ну а я со своей стороны максимально сделаю все возможное для того, чтобы минимизировать вам ваши какие-то напряги, стрессы и сделать все, чтобы у вас этот поиск жилья проходил максимально комфортно. Итак, первое, что мы смотрим, это Ядлабаним 188, 4 комнаты, квартирка, такая простая квартира, мебель не новая, немножко надо поубираться. Есть вот такой прекрасный вид из окна, великолепнейшая стоянка возле дома. Вот так это все выглядит, кондиционер, тут, конечно, надо немножко какие-то вещи, может быть, даже повыбрасывать. Вот такая квартира, это опять же 4 комнаты, родительская спальня. Еще одна комната, туалет, еще один туалет, вот такая ванна. Кстати, и душ есть. Вот так можно здесь пройти технический балкон. Это считаю, что районный Вишанан. Квартира эта стоит 2800, ребята. Вот такую квартиру мы посмотрели, это районный Вишанан, опять же, да. Вот такая кухонька здесь. Квартира эта 2800 уже стоит, но она трехкомнатная, небольшая. Стиральная машинка есть. Квартирка очень чистенькая. За исключением мебель чуть почистить, конечно, надо. Балкончик, как-то эта квартира уже была у меня в видео. 2800 она стоит, эта квартирка. Санузел. Ванна. Душевая вот такая. Еще одна комната. Окна выходят на две стороны, не хватает только кровати. Вот такой вид из окна. Там вдали где-то Ако. Помашите, ребята, рукой Виталику. Там где-то Ако. Великолепный город. А мы здесь. Ну вот, 2800. Такая квартира. Едем сейчас разговаривать. Не знаю, как с хозяином переговоры получатся. Будем надеяться, что все получится. Итак, ребят, посмотрели мы эту квартиру. Ребята ее захотели. Мы поехали в офис договариваться с хозяином. И хозяин, короче, не взял репатриантов опять новых. Опять начал петь песню про то, что у него надо ему поручители, залоги нужны. И, короче говоря, переговоры шли, шли, шли. И закончилось, наверное, тем, что он типа их пустит, если они два месяца залога ему дадут за эту квартиру. Которая, в принципе, из себя, ну, не супер там что-то представляет. Короче, ребята отказались. Мы поехали еще посмотрели на Гидельяу-1. Пустую квартиру за 2 500. Хозяин туда поставит мебель. Ну, ее, в принципе, и закрыли. А сейчас мы пришли, нюхаем квартиру на Сильвер-105. Хозяйка обещала перед договором сделать рецов, почистить канализацию. Сейчас с ребятами пришли на квартиру. Ждем хозяйку. И будем здесь на месте подписывать договор с хозяином. Поэтому решил сейчас записать. Не всегда получается, как бы, показывать с людьми, общаться и сразу записывать видео. Если бы был бы помощник у меня какой-то, который ходил бы, снимал бы нас. Смотрите, как красиво здесь, ребят. Сильвер-105. А ну, сейчас, может, пару слов у Дениса. Или ладно, потом. По итогу подписали мы Сильвер-105. Ребята заехали в пустую квартиру. Сюда только кондиционер поставил. И потом, когда ребята будут обустроиться, хозяин квартиры, кто-то снимает здесь, да, Денис, расскажет нам, что ему обошлось обустроить эту квартиру. Почему ее выбрал, что он до этого смотрел. Будет интересно. Не пропустите это видео по Сильвер-105 в будущем. До новых встреч. Пока.